здравствуйте мои дорогие джаночки добро пожаловать ко мне на кухню и сегодня я к вам с одним замечательным всеми любимым домашним рецептом сегодня буду делать для мужа своего сюрприз он даже не знает это одно из его любимейших блюд после бешпармака или наверное скорее всего это на первом месте а бешпармак на втором ну шишлык тоже вот мы уже наверное все догадались что я сегодня делать буду правильно делать я буду сегодня чебуреки только чебуреки будут не совсем простые ну вы же знаете какая я чебуреки моего фасона мясо у нас будет не классическая говядина или баранина а куриное но захотелось мне немножко это блюдо облегчить сделать более диетическим его вот так что у нас сегодня куриные чебуреки и тесто у меня будет тоже не совсем обычное я вам показываю просто мой фасон это не настоящий не классический не оригинальные чебуреки а чего реки или нова фасона так что дорогу ли мои пожалуйста воздержитесь от нехороших комментариев комментируете конечно я шучу господи я думаю как я делаю потому что я делаю для своей семьи правильно а вы делаете как вы делаете потому что вы делаете тоже для своей семьи как у вас дома любят все джанульки мои давайте я вам покажу что нам нужно а потом перейдем первую очередь делаю тесто потому что тесто должно отдохнуть ему нужно время чтобы клейковина начала работать она должно полежать так 500 грамм муки как я уже сказала блендеруши сегодня блендеруши работает я не работаю отправляем аккуратненько соль специально наливаю при вас открыла минеральную газированную воду все мои джаночки которые живут в германии прекрасно знают эта вода из лидола чтобы вы знали сюда же добавляю уксус у меня две чайные ложки уксуса уксус у меня тоже с лидола 24 процентный чтобы вы знали где я его покупаю все это все готово включая и начинаю заливать воду тесто наше готово наше мое смотрите какое прелестное просто просто сказочное тесто это вообще слов нет вообще вы себе не представляете какое тесто сказочное посмотрите это вообще слов нет тесто готово теперь переходим к начинке пока мы сделаем начинку как раз тесто уже и отдохнет сейчас освобожу пляжки от костей нарублю их сделаю шикарный фарш и уже перейдем дальше косточки ни в коем случае не выбрасывайте оставьте их на бульон и желательно чтобы не прям так сильно много вы снимали мясо оставьте хоть чуть-чуть мяско чтобы бульончик был хороший наваристый а а а рубленое мясо как и положено просто куриное фарша у меня получилось из двух килограмм ровно кило сто грамм тысячи сто грамм вот чтобы вы знали да а остальное представляете сколько костей из двух килограмм только килограмм чистого мяса лук тоже нарезан зелень тоже нарезана осталось только все это вместе перемешать и уже будет готовая начинка но вы знаете прекрасно что я такой человек я не люблю сырой лук лук я буду немного припускать немножечко глазировать это и вкуснее и полезнее так я быстренько припущу лук и уже перейдем дальше просто подогреем его так сказать пока лук будет припускаться отправим соль и перец обязательно зелень я любитель я большой любитель свежей зелени кто не любит конечно же не добавляйте но я добавляю фанш готов я добавила не нужно где-то 40 50 грамм воды пускай тоже постоит все вкусы сольются в в одном их стаде все убираем теперь наоборот пока мясо постоит отдохнет мы переходим к тесту ммм прелесть прелесть какая а не тесто весь подобные весь подобные так немножечко припылю ну и начнем сразу делить начну формировать уже масло масло я уже налила поставила подогреваться пока масло будет подогреваться мы как раз уже налепим чебуречков 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 господи что я говорю что я говорю вы даже не представляете какой счастливый будет мой муж когда придет и увидит что я здесь чебуречки налепила Ой, 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 ой. Смотрите, какой красавец какой, да? Хрустящий, ох, мои дорогие джаночки. Вот такую вот красоту я вам сегодня предлагаю. Посмотрите, какая прелесть. Это вообще, это бесподобное тесто, бесподобное. Я не знаю, делаете ли вы тоже такое тесто, не знаю. Но я считаю, что вот именно этот фасон теста для чебуреков единственный, наивкуснейший фасон вообще, который существует. Я знаю, что очень многие добавляют водку, горячую воду в тесто, не знаю. Но не всегда выходит вот этот эффект пузырей. А вот добавите вы уксус, и сразу у вас всё будет пузыриться, что хотите. И тесто бесподобное. Бесподобное. Оно хрустящее и в то же время мягкое. Сегодня у меня дегустатором будет мой папулек. Он уже сразу сказал, что он придёт на такую вкуснятину. Так что сейчас придёт папа, будет пробовать. А я на этом с вами буду прощаться. Если вам понравилось моё видео, ставьте, конечно же, пальцы вверх. Подписывайтесь, пишите комментарии. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А также хочу вас всех, мои дорогие джаночки, джанульки, мальчики и девочки, бабушки и дедушки, а также их родители, всех поблагодарить за вашу любовь, за ваши добрые слова, за ваше понимание, за ваши... вообще за всё. Вот за то, что вы такие шикарные, за то, что вы такие классные. Я бы вас всех, вот, всех, вот, обняла, расцеловала бы, но не могу далеко от вас. Ну, может быть, когда-нибудь обязательно мы встретимся, девочки и мальчики, обязательно. Когда-нибудь, не знаю пока когда, но когда-нибудь обязательно я с вами со всеми встречусь. Мои дорогие джаночки, желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все в добром здравии и благополучии. Не болейте, не ругайтесь, любите друг друга и уважайте. Будьте человечны и толерантны. До свидания, до следующих встреч. Люблю вас очень. Пока-пока. Пойду пить чай с этой красотой, сидя там. Мои дорогие, посмотрите, какая у нас красота получилась. У меня папа сегодня в роли дегустатора. Видите, он сейчас будет кушать и скажет вам, вкусно ли. Только покажи свой. Во-первых, здравствуйте, дорогие мои. А это не режда. Куда бы? Порви, да. Куда бы вообще-то, правильно, куда бы просто вот так разламывали. Ашпар идет, видите? Идет ашпар. Какой слоистый. Ну-ка тесто покажи. Ох. Ну и простите меня, что я начинаю без вас. Сочный. Сочный. Сочный, это хорошо. Что сочный. Тесто тонкое. Тесто слоистое должно быть, папа. Тонкое, тонкое, слоеное. Тесто тонкое, слои, 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 слои. Тесто тонкое, слои, слои. Исабель, ты тоже ешь? Нет, нет. Молодец.